Друзья, сегодня мы продолжаем вскрывать масляные фильтры. И я вам покажу нечто очень важное. Как оказалось, многие фильтры намного хуже, чем мы думали. И по их причине могут возникнуть довольно серьезные проблемы с двигателем. Сейчас все увидите своими глазами. Ну что ж, поехали! Мы не будем измерять площадь фильтрующего элемента, силу открывания клапана и другие параметры. Главное для нас сегодня это качество самой сборки. Ведь, как показывает практика, больше половины фильтров вставить просто нельзя. Если помните, нам уже попадались рваные элементы и оторванная фильтрующая бумага от каркаса. Но сегодня мы столкнулись и с другими, более серьезными проблемами. У моего знакомого внезапно застучали гидрокомпенсаторы. И он заметил, что лампа давления масла при заводке автомобиля стала гереть дольше, чем обычно. У меня сразу возникли подозрения на масляный фильтр. И после того, как я его снял, мои подозрения подтвердились. У него был порван обратный клапан и не хватало несколько частиц. Они попали в масляную систему и заткнули каналы на нескольких гидрокомпенсаторов. Мы были в ужасе, ведь пробег на этом фильтре был не такой уж и большой. Около 10 тысяч. И вот-вот должна была быть замена масла. К сожалению, этот фильтр до замены не дотянул. И, как оказалось, таких фильтров немало. Сегодня я вам покажу несколько. Какие-то ставит даже сам официальный дилер. Ну а последствия таких фильтров в лучшем случае это снижение ресурса двигателя из-за того, что идет некачественная фильтрация от крупных частиц масля. Ну а также забивание различных масляных каналов. Тех же гидрокомпенсаторах, гидронатяжителях, фазорегуляторах. А самое опасное, конечно, случается реже, но все-таки бывает. Это забивание магистральных масляных каналов. В итоге вы можете попасть не просто на дорогостоящий ремонт, а на замену двигателя. И что ж, начинаем. Сначала покажу фильтр, из-за которого возникли проблемы с гидрокомпенсаторами. И это фильтр Салют. В прошлых видео мы вскрывали уже такой фильтр. И там, казалось бы, все было хорошо. Клапан перепускной был лумно сделан. Бумага целая. И ничего не развалилось. Но, как оказалось, такой фильтр не всегда дотягивает до замены. И вот вам живой пример. Элемент высох и стал хрупким. Обратный клапан раскрошился и улетел в масляную систему, вызвав стук гидрокомпенсаторов. Я подумал, может это случайность, и вскрыл еще несколько таких фильтров. Но на половине из них была такая же проблема. Какие-то даже пилить не пришлось. И так видно, что не хватает частичек от обратного клапана. Помимо Салюта, такая проблема встречалась и на других фильтрах. Это, например, Калан. Здесь тоже видим порван обратный клапан. Затем фильтр Ливны. Мы такая же проблема видим. Порванный клапан. То есть, даже можно не распиливать. Открутив, так видно, что не хватает частичек. Пурфлюкс. Тоже у него был такой клапан. Мы его как-то распиливали в прошлых сериях. У него тоже клапан был раскрошенный. Ну и еще несколько таких фильтров я вам покажу в процессе. Ну а следующий фильтр у нас Ашика. Тоже не лучшего качества. И сейчас вы увидите почему. И что мы тут видим? Обратный клапан развалился. И половины его частей уже не найти. Далее элемент порвало и появилась сквозная дыра. Как ни странно, но вот крышки держатся крепко. А вот порвало я его, думаю, по той причине, что элемент плохого качества. Он высох и стал хрупким. Думаю, лучше обычную консервную банку ставить вместо такого фильтра. Хоть вреда будет меньше. Следующий фильтр СКТ. Его я даже распиливать не буду. По той причине, что тут не хватает половинки обратного клапана. Вот видите. И внутри у него что-то отлетело. И болтается. Видите? То есть его можно сразу в мусорку. Ну а далее фильтр Сакура. Посмотрим, что с ним. Клапан обратный немного затвердел. Но хотя бы не рассыпался. Элемент целый. Внизу зажат был пружинкой. Перепускной клапан сзади. Бумага мягкая, но ее немного повело. В принципе нормально. Друзья, рекомендую группу по товарам для авто. Там вы найдете автомобильные чехлы, подиумы, наклейки и много других интересных вещей. Честность и добросовестность продавцов гарантирую. Проверил лично на себе. Все ссылки в описании под видео. Далее фильтрон. Его я тоже пилить не буду, потому что в нем также что-то развалилось. Слышите, как звенит? То есть это сразу минус. Следующий эмали. Противоотливной клапан силиконовый и очень эластичный. Сам элемент целый. Обратный клапан сзади. Конструкция полностью схожа с мановскими фильтрами. Ну то есть их делает скорее всего ман. На мой взгляд их фильтры одни из лучших. Однако их главная проблема это цена и куча подделок. Фильтр КС. Обратного клапана я тут не вижу. Есть уплотнительное кольцо, задубевшее такое. Сам элемент на удивление прочный и не рвется. Перепускной клапан опять же сзади. А, кстати, вот где обратный клапан. Он приспособлен внутри. Но, кстати, он держит плохо, так как когда я пилил этот фильтр, в нем не было масла. Фильтр GM. Тут нет ни обратного, ни перепускного клапана. Так как на моделях, куда его ставят, эти клапана сделаны в двигателе. Ну а сам элемент тут вполне неплохой. Довольно плотный и не ломается. Единственный косяк вот в уплотнительной резинке. Она затвердела очень сильно и скорее всего пропускала масло. Далее базальт. Этот фильтр, наверное, мне понравился больше всех. И сейчас покажу почему. Помимо аккуратного внешнего вида, он очень необычный внутри. Ну, во-первых, обратный клапан тут металлический. Я таких не встречал. И с ним уже точно не произойдет подобных ситуаций. Далее перепускной клапан сделан очень продуманно. Когда масло холодное, оно проходит через вот эти вот отверстия и сразу возвращается в мотор, не собирая старые отложения с поверхности фильтра. Так как, если помните, то на большинстве фильтров перепускной клапан установлен за фильтрующим элементом. И все поверхностные отложения легко может смыть обратно в мотор. Сам элемент, видим, что очень толстый. Ну, многослойный, то есть. Не крошится и не отваливается от крышек. По мне, так это то, что надо. Но для точности нужно распилить еще несколько таких фильтров. Что, думаю, в дальнейшем и сделаю. Далее оригинальный фильтр Nissan. Он такой маленький, хотя масло в системе более 4 литров. Ну что ж, посмотрим, что там внутри. Обратный клапан эластичный. Элемент прочный и уложен елочкой. В этом и есть секрет компактности. Жаль только, что обратный клапан установлен сзади. А так конструкция отличная. Следующий фильтр, опять не лучшего качества. Mando. Во-первых, у него задубел обратный клапан. Сами видите, он не возвращается в исходное положение. Сам элемент высох и начал ломаться. Хотя он не развалился, но все равно минус. Так как это могло произойти в любой момент. Фильтр UFI. Обратный клапан затвердел. Кто забыл, он нужен для того, чтобы масло не вытекало из фильтра, когда двигатель заглушен. Иначе все запуски двигателя будут с небольшим масляным голоданием. Так, ну а сам элемент целый и не ломается. Перепускной клапан сделан сзади. Следующий фильтр WIC. Тоже такой очень маленький. Давайте сейчас посмотрим, что внутри. Противодренажный клапан силиконовый и очень мягкий. Сам элемент тоже не имеет никаких дефектов. Плотный и не рвется. Перепускной клапан размещен сзади. Далее у нас оригинальный фильтр ZMZ. Обратный клапан, как я показывал, не лучшего исполнения, так как в 50% случаев эта резинка крошится, либо целиком улетает в двигатель. Далее видим элемент сдавился и отлетел от крышек. Получается фильтрация была не полной, так как часть масла в любом случае шла мимо. Это, конечно, минус. Оригинальный фильтр Deo. Обратный клапан отсутствует. И даже нет никакого уплотнительного кольца. Далее сам элемент порван. Получается, фильтр не работал. И смотрите, как легко рвется бумага. Эти клочки тоже очень опасны для мотора. Да, от оригинала я такого не ожидал, конечно. Оригинальный фильтр Subaru. Обратный клапан очень мягкий. Свою функцию, думаю, выполнял. Элемент целый, не крошится. Перепускной клапан расположен сзади. Следующий оригинальный Mazda фильтр. Ну, тут, в принципе, все хорошо. И обратный клапан мягкий. И сам элемент целый. Как я обещал в прошлой серии, покажу, помогает ли как-то бороться с загрязнениями магнит, приклеенный на обратной стороне фильтра. Я взял магнитики от жесткого диска. Они неодимовые, довольно-таки мощные. В дополнение приклеил их на суперклей, чтобы они случайно не отлетели. И сейчас посмотрим, есть ли какая-то польза от этих магнитов. Вскрыть попробую их с помощью консервной открывашки, для того, чтобы не накрошить туда искусственные стружки. Не знаю, получится или нет. Давайте попробуем. Нелегко, но у нас это получилось. И на самом деле, видите, на дне у нас прям по форме магнита налипли мелкие металлические частички. Сейчас попробую ее взять на ощупь. Она довольно-таки мелкая. То есть, с помощью магнита, хоть и немного, но нам удалось отделить часть абразива, который мог бы работать как напильник в двигателе. Сейчас еще вскроем второй фильтр. Как сами видите, на этом фильтре еще больше магнитного абразива. Я оторвал магнит, и смотрите, что происходит при его вращении. Очень интересный эффект. Думаю, в следующий раз наклеим больше магнитов на один фильтр. Ну а еще я планирую в следующих сериях приспособить какой-нибудь концевик на перепускной клапан масляного фильтра. Для того, чтобы узнать, когда он открывается, в какие моменты. И насколько хватает фильтрующего элемента до полного его забивания. Ну то есть, на какой пробег хватит вот именно элемента, чтобы он еще работал. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Обязательно поделитесь этим видео с друзьями, так как они просто обязаны это знать. Спасибо всем за внимание и пока.